Хреновое. Село в Новоусманском районе Воронежской области. Административный центр хреновского сельского поселения. Хреновое расположено на правом берегу реки Усманки. Ближайшие населенные пункты села Рыкань, Волна Шепелиновка и Рождественская Хава. В 1654 году в 12 верстах к югу от города крепости Орлова, ныне село Орлова того же района, на правом берегу речки Усмани был поставлен опасный острожек. Место, где поставили острожек, орловцы знали хорошо. Они приметили его во время своих объездов в степи. Здесь в изобилии рос хрен. Русские люди давно знали толк в целебных и вкусовых качествах кореньев этого растения. Место, где рос хрен, называлось Хреновой поляной. Укрепленный пункт, созданный здесь в старых документах, именовался Хреновским опасным городком, а выросшее тут же позднее село стало называться Хреновым. Острожек строили умельцы из Орловской крепости, а также из сел Углянца, Никонова, Собакиной Усмани. Длина его стены в окружности имела 40 сажен. В стене была рубленная четырехугольная башня с караульной клеткой наверху. По стенам имелись подмостки, где стояли служивые люди во время ведения оборонительного боя. Службу в острожке несли всего 20 человек. Опасным он назывался потому, что его гарнизон должен был своевременно сообщать о надвигающейся опасности в Орловскую крепость и принимать необходимые меры к задержке неприятеля. Сохранилось подробное описание одного нападения татар, которое было в 1675 году. В степи появилось 100 конных кочевников. Перейдя речку Усмой, они осадили Хреновской застрожек. Кочевники начали уничтожать надобы перед Острожком, рубить топорами крепостную стену. Малочисленный гарнизон держался сколько мог. Люди из Острожка сумели послать своих вестовых в Орлов с сообщением об опасности. После боя у Хреновского Острожка кочевники пошли к Орлову. Видимо, гарнизон в Острожке был уничтожен. В документах сообщается, что кочевники многих русских людей перекололи, многих взяли в плен, захватили конские животинные стада. Но вскоре орловцы, собравшись с силами, разгромили кочевников, освободили пленных, вернули стада. После боя началось восстановление Хреновского Острожка. Этого требовала присланная в город Орлов царская грамота, где давалось указание починить в крепостях рухомые места, и чтобы кочевники снова не пришли и дурна какого не учинили. В 1680-е годы около Хреновского Острожка начали селиться орловские солдаты. Кочевники больше сюда не приходили. Острожек постепенно разрушался, а на его месте росло село Хреновое. В 1900 году в селе было 303 двора, 2771 жителей, имелись земская и церковно-приходская школы, несколько кустарных заведений, торговые и винные лавки. Летом 1906 года крестьяне села участвовали в погроме имени помещика Шуринова. В этот период в деревне Плясово-Юрасово, ныне оно слилось с селом Хреновым, купил усадьбу педагог А.П. Киселев, 1952-1940 года рождения. Известный русский математик, автор школьных учебников, арифметика 1864 года, алгебра 1888, геометрия 1895 и других. Выйдя в отставку с 1901 по 1918 годы, он безвыездно жил в своей усадьбе. В 1904 году в селе он построил школу. Долгое время жила в этом селе и старшая его дочь, Е.А. Киселева, 1878-1974 года. Известная художница. В окрестностях села ею написано несколько художественных полотен. Ныне усадьба Киселевых является памятником истории и культуры. Она включает шесть объектов, находящиеся под охраной государства. Советская власть в селе провозглашена в декабре 1917 года. Председателем сельсовета был избран Харпяков. На первом крестьянском съезде в Воронежской губернии 22 декабря 1917 года он выступил и огласил крестьянский наказ. Партия ячейка в селе создана 5 октября 1918 года. Вслед за нею возникла и комсомольская ячейка. 27 июня 1920 года по решению губкома комсомола в селе проведен День интернациональной молодежи, в ходе которого открыт детсад на 20 мест. По этому поводу в первой советской школе первой ступени был дан спектакль. В неделю помощи голодающим по Волжье в 1921 году в селе собрано 10 подвод овощей и других продуктов, а также 350 тысяч рублей. Организацией этих сборов занимался комсомолец Сысоев. В мае 1922 года из Рождественской церкви изъято 2 фунта и 12 золотников серебра в помощь голодающим. 11 апреля 1922 года в селе был создан кооператив. В 1926 году в селе было 609 дворов, 3171 житель, имелись школа первой ступени с четырьмя учителями. В 1930 году организован колхоз «Победа». В селе находится братское захоронение времен Отечественной войны, где захоронено 143 бойца. Родом из села полный кавалер Ордена Славы Александр Захарович Сафонов, прошедший с боями от Москвы через Сталинград до Польши. Участником парада «Победа» в Москве в 1945 году был бывший механизатор колхоза Григорий Федорович Баскаков. Тут же есть братская могила номер 269 1942 года. Численность населения на 2010 год составляет 999 человек.